Итак, за что же все-таки смогли проголосовать депутаты? Важнейшие детали новых законов в нашей короткой справке. Законопроекты о Донбассе принимали почти как во время военного положения. В дыму шашек с осадой парламента и драками в сессионном зале. После ночи торгов два президентских законопроекта проголосовали. На год продлили особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но он пока не действует и вступит в силу только после выведения всех незаконных вооруженных формирований. Также в первом чтении поддержали законопроект о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донбасса. В документе Россия признается агрессором. Спорный седьмой пункт о минских соглашениях исключили. Оккупированными считаются сухопутная часть, морская акватория и воздушное пространство Донецкой и Луганской областей. А границы оккупированной территории будут определяться Министерством обороны по представлению Генштаба. Любые действия России на Донбассе нелегитимны и не создают никаких территориальных прав. Кроме того, Украина не несет ответственности за действия Москвы и подконтрольных ей боевиков. Все вооруженные формирования, которые применяются для сдерживания российской агрессии, теперь будут подчиняться Объединенному оперативному штабу вооруженных сил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова